МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подводим итоги субботы в студии Дарьи Вершилинка. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины отходят от линии соприкосновения. Все согласно с последними соглашениями. Украина с 1 октября переходит на биометрические паспорта. Стартовал месячник добровольной сдачи оружия. Сданное можно легализовать. Украинские военные начали отводить силы от линии соприкосновения на Донбассе. Первое подразделение отвело вооружение и покинуло посты в Золотом. Военные отошли на позиции, обозначенные наблюдателями ОБСЕ. Это одна из трех точек отвода, определенных в рамках соглашения, подписанном в Минске 21 сентября. Тем временем боевики продолжают провокации. В течение дня они 17 раз открывали огонь по позициям сил АТО. На Мариупольском направлении из стрелкового оружия, гранатометов и минометов стреляли в районе Павлополя, Широкино, Новоселовки-2 и Гнутово. На Донецком направлении из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевки и Новгородского. На Луганском направлении противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки и Новозвановки, где применял гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, по Новозвановке вел огонь снайпер, а по станице Луганской оккупанты открывали огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Аллея памяти. В Киеве высадили 30 красных клёнов в память о погибших бойцах АТО. Этот вид дерева выбран не случайно. Его по украинским традициям сажали во дворе, когда близкий человек уходил на войну. На каждом саженце табличка с именем бойца и местом его гибели. Такая акция проходит по всей Украине с апреля прошлого года. Активисты вместе с родственниками павших посадили уже 90 деревьев в Киеве, Днепре, Харькове и Львове. Это позволяет нам зримо ощущать память людей, которые погибли за то, чтобы мы жили, за то, чтобы в наших городах цвели деревья и за то, чтобы всё было хорошо у мирных украинцев. К осуждённому в России украинцу Александру Кольченко не пускают украинского консула. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил бывший политзаключённый Геннадий Афанасьев. В пятницу Кольченко удалось попасть членам Челябинской общественной наблюдательной комиссии Ольги Фроловой и Дениелла Тыповой. Они сообщили, что будут добиваться встречи с Кольченко, Кольченко и консула. Напомню, в прошлом году Северокавказский военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам колонии строгого режима за якобы подготовку терактов. В США не признают законным решение Верховного суда РФ о запрете Меджлиса. И против того, что Россия признала представительский орган крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретила его деятельность. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента Соединённых Штатов. Вашингтон обращает внимание, что Кремль систематически попирает права крымских татар. На оккупированном полуострове продолжаются аресты, похищения и обыски в домах активистов и мечетях. В связи с этим США подчеркивают, санкции против России остаются в силе до возвращения Крыма под контроль Украины. Напомню, 29 сентября Верховный суд России окончательно запретил деятельность Меджлиса на территории Федерации. С сегодняшнего дня украинцы переходят на биометрические паспорта. Вступил в силу соответствующий закон. Он направлен на либерализацию Европейским Союзом визового режима для Украины. Получать внутренний паспорт граждане Украины будут теперь с 14 лет. С 18 его нужно будет обменять на новый с цифровой подписью. Для загранпаспорта обязательно потребуют оцифрованные отпечатки пальцев. Для оформления внутреннего паспорта их будут вносить только с согласия лица. Новые паспорта граждан Украины будут в виде пластиковой карточки с текстом на украинском и английском языках. Сдаем оружие. С 1 по 31 октября в Украине месячник добровольной сдачи оружия, сообщает пресс-служба национальной полиции. В это время граждане смогут сдать оружие, боеприпасы, взрывчатку и другие незаконно хранящиеся средства. При этом они будут освобождены от уголовной ответственности. Также, если в этот срок будет добровольно сдано огнестрельное, холодное газовое оружие, то в дальнейшем его можно будет зарегистрировать и использовать законно. Однако после оформления соответствующих документов. Тактильная зоокарта Украины. Следы животных и птиц в виде ощутимых 3D-рельефов. В Киеве представили проект «Зоопарк на ощупь». Он поможет детям и слабовидящим лучше познать мир животных. Как это возможно, попробовала Олеся Гурбик. Животное прошло. В следах осталась вода и застыла, как стеклышко. Так натурально выглядят следы лап из глины. Все в реальную величину. Каждый неповторим, объясняет керамистка Алика. Она вылепила отпечатки лап почти всех зверей Киевского зоопарка. Для этого специально вместе с детьми ходила к вольерам и перерисовывала следы. Я вижу свою миссию, как экологичность этого проекта, чтобы люди смотрели на животных, изучали, какие у них следы, начинали любить больше животных, они хотят заботиться и вообще сохранять природу и как-то поощрять своих детей и заботиться о зверятах. Большую часть стекла, из которого вылиты следы, собирали на детских площадках. Почти 70 оттисков автор сделала за полтора месяца. Уложиться в такой сжатый срок помогли дети. Старший помощник сделал самый большой след слона. Вначале с помощью инструмента выбирала контуры, потом уже в середине. А пальцы это было мне сложно, мама делала, потому что нужно было такие крылья делать, чтобы можно было стекло, чтобы расплывалось. А это макет тактильной зоокарты Украины. На ней из Бронзева создадут силуэты животных и птиц разных регионов. Чтобы передать все детали в точности до перышка, скульптор сперва лепит их из пластилина. Карту мы делали такого размера для того, чтобы она была доступна не только для взрослых зрителей, но и для деток. Естественно, мы хотели бы, чтобы эта карта была доступна и людям с звадами, и планируем под каждым животным сделать название. Все эти идеи планируют воплотить в жизнь ко дню Киева в мае следующего года. Тактильную зоокарту установят на центральной аллее столичного зверинца, а следы животных возле каждого вольера. Олеся Гурбик, Максим Кондратенко, UATV. В главной роли супергерои всех стран. Арт-проект «Суперхеро» объединил трех художников. Американца Мэла Рамоса, украинца Виктора Сидоренко и Валентина Попова. Объединяет живописцев интерес к поп-арту. Валентин Попов родился в Украине, но уже 25 лет живет в США. Эту серию картин написал еще в 92-м году. На них, в частности, Бэтмен выступает в роли Бога. Это идеализированный образ. Я думаю, каждый человек увидит разное, для каждого для себя разный лед. Образ Бэтмена, который человек, он решает то, правильное и плохое, и наказывает плохих. То есть он ведет себя как Бог. Картины американца Мэла Рамоса в Украине выставляются впервые. Их главные герои – девушка с идеальной внешностью. Художник показывает, как, используя красивые образы, реклама побуждает людей купить те или иные товары. А на этих картинах Виктора Сидоренко главный герой «Тень человека». Они передают поиски своего собственного «я» и своего места в обществе. Я работаю со своим персонажем, со своим героем, который, в общем-то, тоже является для нас героем, потому что человек переходной эпохи, переходной человек, который как бы пытается из одной эпохи, как бы советской, потом постсоветской, войти в какой-то новый свободный мир. То есть поиски путей, коммуникации. Несмотря на идеологические различия, в каждой культуре есть свой супергерой. При этом они во многом похожи до мелочей. Ведь они передают веру народа в торжество справедливости, рассказывают организаторы выставки. Они надеются, что картины заставят зрителей задуматься над тем, как с помощью супергероев манипулируют массами. Что для нас это понятие героя? Кого мы считаем героем? Это человек, который борется против зла, который служит на благо людям. Но мы никогда не знаем всех недостатков того же человека. То есть героизируя кого-то ни было, мы, по сути, делаем из живого человека некую икону. Нужно помнить, что люди всегда остаются людьми, у всех есть недостатки. То есть, опять же, супергерои – это об осознанном отношении к такого феномену, как героизация. После Украины выставку супергероев планируют показать в странах Европы. Алена Клеско, Игорь Каркадым, UATV. Пешеходные прогулки по Днепру. На главной водной артерии Украины появляются новые острова. В некоторых местах глубина реки не достигает и половины метра. Таких обмелений только в столице более 150. Куда испаряется вода и как спасти реку, расскажет Маргарита Харунжия. Вот так по колено-воде можно гулять посередине самой крупной реки в Украине – Днепру. Глубина здесь едва достигает одного метра. Таких обмелений в столице экологи насчитали 56. Лишь в центре между мостами метро и Патоны их площадь равна трём футбольным полям. Может быть, в будущем бюджет Киева можно сэкономить с тем, что не строить мосты, а как бы просто создать возможность прогуливаться справа берега налево по колено в воде. Но мне кажется, это не очень хорошая идея. Такие почти острова появляются из-за нарушения течения. Днепр перекрыт плотинами и вода в реке застаивается. Чтобы размывать песок, не хватает силы потока. Плюс к этому – это земснаряды, которые добывают песок не там, где нужно Днепру, а там, где есть песок и где есть заработок для владельцев этих земснарядов. И мы видим, к чему это привело. Если так пойдёт и дальше, то по Днепру нужно будет не плавать на лодках, а ходить пешком. Полная таблица Менделеева. Так говорят эксперты о химическом составе воды в Днепре. А всё из-за того, что предприятия бесконтрольно сбрасывают сюда неочищенные стоки. Только в 2015-м Днепр загрязнили 3 миллиардами кубометров ядовитых веществ. Подсчитали в экологической инспекции Украины. Мы должны принять водное законодательство, которое не будет позволять загрязнителям сбрасывать ядовитые вещества. И для этого есть простые вещи, которые уже сделали в Европе, спасая Дунай. Каждое предприятие должно взять на 10 лет программу и создать замкнутое водоснабжение. Главные загрязнители Днепра, городские водоканалы и крупные предприятия утверждают в экологической инспекции. С начала года ведомство по Киеву провело 40 проверок. Выписали штрафов на 5000 гривен. В то время, когда экологии нанесено ущерб почти в 4 миллиона. Такая разница в показателях кроется в несовершенстве законодательства. Административный штраф за сброс неочищенных стоков составляет от 130 до 180 гривен. Если есть субъект хозяйствования, на него следует наложить такое взыскание, которое оплачивать невыгодно. Выгоднее установить очистное сооружение. Если субъекту дешевле откупиться, тогда это просто экономия. В 2015-м Укргидроэнерго сообщила о рекордном обмелении самой большой реки Украины. Приток сократился из 700 до 300 кубометров в секунду. Формальной причиной тогда назвали жаркую погоду. Маргарита Харунжа и Петргалка, UATV. Международный водно-спортивный фестиваль «Русановское кольцо» стартовал в Киеве. Уже традиционно под конец сезона в акватории Русановского залива собираются грибцы. Как начинающие спортсмены, так и победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Догнать на веслах под Днепру уходящее лето пытались на байдарках, каное и на лодках дракон. Драгонбот, новый для Украины вид спорта, пришел к нам из Китая. Там он известен уже более 2000 лет. Лодки «Большая каное» с головой и хвостом дракона. Команда лодки «Д-12», на которой соревнуются в Киеве, 10 грибцов, рулевой и барабанщик. Последний задает темп. Турнир проходит в трех классах – открытый, смешанный или микс, и женщины. Юниоры и взрослые соревновались на дистанциях 200 метров и 5 километров. Братья Денис и Александр Баканычевы – серебряные и бронзовые призеры недавнего чемпионата мира в Москве. Там сборная Украины заняла третье общекомандное место. Выступали в миксе и в оупене, то есть в чисто мужском классе. Выступали на 500, на 200 и на 2 километра. На 500 заехали третье в миксе, а в оупене, ну в мужском классе, мы на 2 километра заехали второе. Ограничений в этого вида спорта нет. То есть человек любого возраста, любого пола может сесть в лодку и научиться грести на лодках дракона. Влада Косицкая – самая титулованная участница соревнований, чемпионка мира по драгон-боту в 20-ти местной лодке в миксте на дистанции 2 километра. Это массово, это красиво. Вне зависимости от физической подготовки каждый человек может прийти заниматься. От ребенка до 50-60 лет. То есть неограниченные возможности. Это вода, это ветер. Гости из-за границы – команды Молдовы и Армении. В их странах гребля на лодках дракон тоже на стадии развития. Однако уже имеет немало поклонников. У нас есть сейчас три основных клуба. Север Молдавии – это дроки, дальше бельцы. Центр Молдавии, ближе к Кишиневу, к столице – это аргеев. Три клуба. Вот и занимаемся в своих городах, на водоемах. У нас хорошие водоемы есть. Привлекаем к занятию спортом детей. Причем юношей, взрослых из разных слоев населения. Уже как полтора года федерация активно работает. У нас есть молодые команды, и старшие занимаются, и те, что учатся в школе. В основном, не могу сказать конкретно чисто, но уже примерно больше 200 людей стабильно занимаются в трех регионах в Армении. То есть в Ереване, в Арташате и в Севане. Соревнования продлятся два дня. Победителей и призеров ждут медали, дипломы и памятные призы. Грибной сезон в Украине будет продолжаться до конца октября. Запланированы соревнования в Энергодаре, Львове и Херсонской области. Елена Дедух, Тимофей Сорокин, UATV. Заходите на нашу страницу в Facebook, смотрите новости на канале UATV в YouTube. Мы всегда рядом. Я прощаюсь. До завтра.